Юные участники проекта Кухни Мира увлеченно наряжаются в кухонные фартуки, шапочки и перчатки. Воспитанники Деддома Москвы готовятся к кулинарному батлу. Представители благотворительного фонда «Мамы для мам» готовили этот мастер-класс по приготовлению блюд индийской и русской кухонь несколько месяцев. Кухни Мира – это общественный проект. Он создан, чтобы показать детям-сиротам, что еду можно приготовить самому и сделать это не менее вкусно, чем у знаменитых шеф-поваров. Идея Кухни Мира пришла первый раз, когда к нам приехали повара из грузинского ресторана. Тогда они приготовили квери вареники с сыром. Другие ребята тоже захотели присоединиться. И следующие к нам присоединились повара в Молдову. Они сказали, а почему только из Грузии? Мы тоже хотим участвовать в проекте. Потом присоединились повара из Китая. И так мы решили, что мы сделаем этот проект международным. То, что этот проект, который объединяет людей, упрепляет международные отношения. И прежде всего несет в себе свет. Традиционные русские пельмени юные участники проекта видели лишь в тарелке. Готовыми. Повара открывают секреты приготовления блюда. В тесто надо поместить кусочек фарша, защипнуть и отправить в кастрюлю. Вариться. Вот тогда блюдо можно подавать на стол. Затем поварятам предлагают попробовать приготовить популярную индийскую сладость из кардамона, топленого молока и сахара. Раву Ладу. Президент международного форума «Странбрикс» Пурнима Анан сама дает мастер-класс. По ее словам, традиционная кухня индийских народов точно понравится детям. Я также пытаюсь научить детей готовить индийскую парадху. Это любимое блюдо индийского народа. И этот мальчик так хорошо и быстро учится, так что теперь он умеет готовить парадху. Это важно и в этом успех проекта «Кухни мира», где люди собираются вместе и изучают традиционную еду друг друга, чтобы дарить счастье и объединяться. Это послание человечеству о том, что нам нужно жить в единстве, любви и мире. Культурно-образовательный проект «Кухни мира» работает уже год. За это время в нем приняли участие повара из Грузии, Молдовы, Китая, Узбекистана, Армении, Греции, Италии и Индии. После Нового года организаторы хотят пригласить кулинаров из Африки и Кореи. Они проведут мастер-классы по готовке и расскажут об обычаях, достопримечательностях и истории своей страны. Наталья Терина. Наши новости. Продолжение следует...